Дорогие друзья, меня зовут Евгения Филиппова, я представляю нашу компанию СемМЕД, Санкт-Петербург, генеральный офис. И сегодня мы с вами будем говорить о технологии, нашей СЕМ-технологии, которой мы пользуемся и надеемся, что вам она тоже пойдет на пользу, когда вы узнаете поподробнее, что это такое. Вот так называется аппарат, которым мы с вами работаем, о котором будем сегодня говорить. Он как бы представитель ряда продукции, которые производятся в спинор. Это называется производитель КВЧ, физиотерапевтической медицинской техники, и располагается в Томске. А мы напрямую работаем от этого производителя, и, соответственно, аппараты, о которых сегодня будем говорить подробно, это его также выходит с его производства. СЕМ-тех. Довольно странное название, да? Нерусское. Так оно и есть. На самом деле это английские буквы, и это сокращенная аббревиатура английской фразы. Контролит Energy Material. И дальше сокращена технология. То есть, если перевести на русский, получится материал с управляемой, контролируемой энергетической структурой. Или, по-другому сказать, материал со свойством памяти. Обычно помнит человек, помнит животное. Даже растение, как мы знаем, обладает памятью, биологический объект. А что же может помнить материал, кристалл? Оказывается, он может помнить электромагнитное излучение, волны. Вот сегодня об этом будем говорить очень подробно. И чтобы было понятно, что действительно это очень интересная технология. Она, можно сказать, отвечает самым последним достижениям науки в области квантовой физики, в области молекулярной биологии. Отвечает потребности нашего с вами оздоровления организма. И является новейшей технологией на уровне международном, уровне медицины. Так вот, чтобы понять, откуда она взялась. Ведь сегодня не секрет, что мы живем в эпоху открытий, по сути дела. Действительно, как будто открылись какие-то ворота во Вселенной, информационные. И приходит озарение совершенно. Бывает, вот человек проснулся и понял, что, оказывается, он что-то открыл. И такое случается. Это замечательно. А есть открытия, которые продолжают фундаментальные исследования. Просто ученые идут все дальше и дальше. Скорее, наша технология принадлежит ко второму типу. Потому что это действительно, она продолжает фундаментальные исследования. И корни их уходят очень уже далеко в историю. Я чуть-чуть этого коснусь, чтобы было понятно вся значимость и интерес. Еще, наверное, и в 19 веке ученые физики представляли, что наш мир, в котором мы с вами живем, он буквально пронизан невидимыми для нас электромагнитными излучениями, волнами разной длины. И об этом очень хорошо рассказал Вернадский в 1926 году. Он сказал, что все пространство вокруг нас и внутри нас постоянно пронизывают волны разной длины. От 10-миллионной доли миллиметра до исчисляемых сотнями километров. То есть, представляете себе, насколько разнообразны вот эти излучения. Они идут отовсюду, от живых объектов, от нас с вами. Мы как бы все время ими обмениваемся. От растений, от животных и от минералов. Даже от предметов, которые нам кажутся не живые. Но поскольку есть молекулярная основа, атомы, что-то крутится, электроны, значит, есть вибрация, есть колебания, соответственно, есть волновые излучения. Очень подробно заинтересовались излучениями именно живой клетки нашего организма, человеческого организма, ученые в середине прошлого 20 века. И вот эти исследования проводил у нас в России девятков со своей группой ученых. И они первые стали исследовать, как клетка колеблется, как она излучает излучение, какие волны. То есть вот ее портрет электромагнитный стали подробно смотреть. Потому что появилась аппаратура, на которой можно было все это исследовать, слава Богу. Технологии стали более, так сказать, высокими. И выяснилось, что очень узкий диапазон волновой у нас на нашей Земле, тех самых излучений, в которых излучает живая клетка любого живого организма. То есть мы можем назвать эти волны жизни. Так, оказывается, такие волны получили название волны КВЧ, волны крайне высоких частот. Что значит крайне высокие частоты? Это значит, в секунду времени происходит порядка миллиарда колебаний. Это даже представить себе трудно. Но вот так клеточка колеблется. Такие волны от нее исходят. А еще они получили название волны миллиметрового диапазона, мм-волны. Потому что частота и длина волны – это связанные величины. И от 1 до 10 мм как раз мы можем сказать, что в этот диапазон входят все излучения жизни на Земле. И что интересно, больше других источников естественных на нашей с вами планете вот таких КВЧ-волн нет. Поэтому когда бабочка находит другую за сотни километров, какой-то редкий вид, то это значит, что вот она получила какие-то сигналы волновые и по ним смогла найти свою половинку. Вот такие вот интересные вещи. Далее, что стали делать ученые? А дальше они стали исследовать разные состояния разных клеток, разных органов и тканей. То есть, безусловно, сегодня наука знает, как колеблется условно клетки печени, сердца, ткани, костный и так далее, мозг и так далее. То есть все это известно науке. И все это помещено, безусловно, как эталоны в определенные теперь уже компьютерные цифровые блоки памяти. То есть все известно науке. Но еще следом стали исследовать излучение уже больных состояний клеток. Ясно же, что если какой-то диагноз человек болеет, значит у него меняется также излучение клеток. Другой портрет информационный, энергетический. И это сегодня тоже наука знает. И сегодня, в общем-то, действительно, наверное, трудно найти такое состояние, и здоровое, или наоборот, нездоровое, которое бы наука о нем не знала. Но, что интересно, вот тут мы уже ближе подходим к нашей технологии, как бы к логике развития науки. Следующим шагом было, естественно, посмотреть, а как же клеточка реагирует, если мы вот такой КВЧ-волной на нее подействуем. Как бы волной, которая ей говорит на своем родном языке. И стали создаваться уже аппараты, которые получили и дали название КВЧ-физиотерапии. Началось развитие такого направления в медицине. И вот эти аппараты КВЧ-физиотерапии, их несколько разных аппаратов, естественно, они тоже совершенствовались. И один из производителей, известных в России и за рубежом, очень серьезный, крупный, это как раз наш спиннер, который находится в Томске. Вот уже какая-то связь наметилась. И мы сегодня о КВЧ будем говорить достаточно много. Это очень интересное воздействие. А что же увидели ученые? Они увидели, что клетка реагирует очень позитивно на свой собственный язык. То есть она наполняется энергией. КВЧ-волны клеточку выравнивают в виде потенциала, который находится внутри нее на мембране, да, плюс и минус. Клеточка начинает лучше жизнедеятельность проявлять, лучше обмениваться. То есть она как бы активизирует свои процессы. Но следом мысль ученых и биологов пошла вот в каком направлении развиваться. Есть такой эффект, вы, наверное, слышали, эффект биорезонанса. Когда мы говорим, подобное лечится подобным. Или клин вышибает клином. Известна такая пословица. Но откуда и что это такое? В принципе, как только человек стал осознавать себя, конечно, одной из первых задач было на еще заре цивилизации, это сохранить свое здоровье, естественно, воспроизвести свой род и как-то уберечься от болезней, да, выжить. И, конечно, даже взять древние целители по-разному старались применить и найти какие-то лекарственные растения, какие-то способы, чтобы сохранить здоровье при разных уже неприятностях с организмом. И сегодня, оглядываясь вот на эту огромную историю, конечно, мы еще не все фрагменты ее знаем, что-то перед нами открывается, тайны человечества, но мы уже можем совершенно точно сказать, что эффектом биорезонанса пользовались, начиная буквально на заре цивилизации. Неосознанно, конечно. Науки тогда еще столь развитой не было. Но когда бралось, например, листик подорожника, мы и сегодня это делаем с вами на даче, когда другого нет ничего и прикладываем к какой-то воспаленной ранке, мы это же самое свойство используем. Потому что еще в XIX веке уже была составлена таблица излучений растений. Именно поэтому они очень часто оказывают на нас благотворные действия. И именно поэтому одно растение годится для лечения печени, другое для лечения сердечных заболеваний и так далее, и так далее. Еще и во многом, в основном, от излучения. И, конечно же, этим пользовались и народные целители. Лечение глиной, камнями, кристаллами, даже руки. Когда целитель использует свои руки, он тоже использует эффект биорезонанса. И вот когда ученые, биологи получили фактически эталоны колебаний и здоровых, и больных клеток, зная в каком состоянии, как колеблется, естественно, была прекрасная мысль. И мы могли воспользоваться этим уже на уровне сегодняшнего дня, сегодняшней науки, технологии, чтобы лечить заболевания, воздействовать на организм с целью подобное лечить подобным. То есть на уровне излучений. И были сделаны такие аппараты, которые действительно прекрасно имели эффект. Когда, допустим, брался пациент, у него, предположим, исследовались проблемы, то есть ему ставился диагноз, и, зная его диагноз, выбирались эталоны, и техническим способом воздействовали на организм. И, как бы, естественно, эффект, все-таки болезнь отступала. Великолепное направление. Просто ура! Вот можно было сказать, что человечество в этот момент нашло свет, как говорится, забрежил из того тупика, куда, в принципе, в общем-то, фармацевтика мы, что скрывать, оказались. То есть, но очень скоро стало очевидно, что здесь два таких явных подводных камня, которые вот себя показали на этом пути. Какие же эти камни? Первое. Найдите врача, который бы совершенно, стопроцентно отвечал бы за поставленный диагноз. И абсолютно железно бы говорил, вот причина, вот именно поэтому это болит, и вот в таком-то состоянии. Это всегда под вопросом. И когда даже мы приходим на исследование в клинику, и нам говорят, это хорошая диагностика, она дает 70% правильности, да? 70%, а что 30? А есть пациенты, есть такие люди, которые вообще не подпадают ни под какие законы, как говорится, описанные биологически и медицински, верно? Вот вопрос. И даже если бы действительно уникальная такая диагностика нашлась, и мы бы имели стопроцентную гарантию, что да, все правильно определили, и правильные талоны мы нашли, то следующим камешком возникает проблема изменяющегося мира. Все меняется. Почему все сложнее и сложнее те же лекарства, сложнее и сложнее эти биотики? Ну, приспособились к ним те иные возбудители заболеваний. Они изменяются, они меняются. И даже когда мы воздействовали правильно первый раз, на второй раз очень быстро размножающиеся вирусы, микробы, бактерии и так далее, уже породят других своих потомств, которые уже не так будут реагировать, они уже будут выживать, и всегда останется остаточное что-то. То есть мутация, изменение. А эталон, он как бы есть эталон. И вот такая проблемка. Казалось бы, все, свет забрежал, и что дальше, непонятно. И вот, низкий поклон. Мы можем все вместе с вами поклониться Александру Михайловичу Кожемякину, автору нашей всем технологии, за то, что он тоже задал себе вопрос. Физик, великолепный ученый, которого знают во всем мире. Он член-корреспондент Медико-технической академии наук России. И, кстати, лауреат золотой медали Чижевского, вот, 2007 года, именно за создание семтехнологии. Его наградили самой высшей наградой. Он тоже задал себе вопрос, а нельзя ли создать адресный биорезонанс для каждого конкретного человека, для каждого конкретного объекта, чтобы здесь и сейчас мы могли бы, так сказать, получить ответ на свое конкретное заболевание. И он это сделал. По сути дела, то, что мы с вами имеем в руках в виде такого маленького, иногда даже вызывающего, ну, улыбку у профессионалов, медиков, у серьезных, как, так сказать, клиницистов, что, господи, какая это крошечная вещица, и что она может делать серьезного. На самом деле здесь заложена технология удивительная, фантастическая, которая именно позволяет каждому человеку здесь и сейчас приготовить свое адресное биоинформационное лекарство для своей конкретной болезни. И на завтра, когда он сам уже изменится, его организм чуть-чуть изменится, он это сделает еще раз, как бы освежит и ответит на уже сегодняшний другой новый день. Так вот, собственно говоря, именно Александр Михайлович нашел то самое вещество, тот самый кристалл, который имеет свойство памяти или контролит энерджиматериал, материал с изменяемой энергетической структурой. Он это вещество нашел. Это называется арсенит галлия. Арсенит галлия. Это полупроводник известной физики, известной в радиотехнике, и он открыл просто его новые интересные очень свойства. Оказывается, арсенит галлия способен под определенным технологическим воздействием терять блок своей собственной энергетической структуры и подстраиваться под другой объект, рядом с которым мы его в этот момент располагаем, и становиться как бы энергетической частью этого объекта. Таким образом, потом блокируясь уже в новом качестве, запоминая те излучения, которые, так сказать, рядом с которыми он находился, и становясь впоследствии сам уже источником новых для себя излучений, уже в новой структуре. Я сейчас это вам подробно покажу на нашем аппарате, чтобы было понятно. Итак, перед нами наша первая, любимая очень базовая модель аппарата, 7Tech. И вот так она выглядит во всей своей красе. То есть мы видим с вами корпус, корпус аппаратика, он маленький, как мобильный телефончик, на нем два светодиода, две кнопочки режима пуск, и, соответственно, указание на два канала, которым мы можем пользоваться любым по выбору, или вместе одновременно два автономных канала. Итак, первый канал, вот вы видите, я подсоединяю так называемый съемный излучатель, который идет в комплекте, на первый вывод. И второй канал, у нас через удлинитель, я подключаю второй излучатель сюда. И дальше мне остается только включить этот аппаратик, выбрать сначала режим, кнопочкой режим я выбираю. Вот по-разному загораются светодиоды, и кнопочкой пуск я его включаю в работу. Ну вот я выбрала режим первый, он быстро закончился. Это еще наша самая первая модель. Сейчас более выпускают чуть-чуть измененные модели. Но суть в том, что вот я его включила, и он начинает как-то импульсно работать. Нам это подсказывает светодиоды и звук. Тот, кто слышит, может быть, с первого ряда, это слышно. Очень тихий звук, прерывистый. И вот сейчас в нем происходит то самое удивительное чудо. Подается слабое напряжение на любой из излучателей, которые мы подсоединили, а сейчас на оба. И в этот момент арсенит Галлия теряет блок своей собственной структуры. Вот это напряжение заставляет его структуру превратиться как бы в желе. И если мы берем аппаратик и его представляем какой-то больной руке, какому-то органу, который нас волнует, то есть именно на то место, где мы хотим сделать свой адресный биорезонанс, то есть адресное информационное лекарство, его структура как бы становится частью нашего большего объекта, нашего тела, нашей руки, больной части. И вот происходит это все ровно минуту, после этого он сам отключается, и нам остается только отсоединить излучатель и вернуть его на то самое место уже как лекарство. Он начинает излучать те излучения, копия, которые шли от моей руки. Вот и все. Это как в детской игре море волнуется раз, и морская фигура на месте замри. Все, он заблокировался заново. И вот он будет излучать, этот излучатель, те самые излучения, которые я записала на него, или, как мы говорим, сфотографировала, бесконечно долго, практически вечно, если они мне интересны. Ну, сами понимаете, рука поболела, перестала, мне это уже неинтересно, как старая газета. И я тогда беру аппарат и, соответственно, опять подсоединяю, опять включаю на режим, и как только я включила его в новую работу, он опять, блок потерял свои структуры, и, соответственно, готов записать новую информацию. Предположим, с носа, если вдруг я простудилась, или там с больной коленки, или с моей собачки, если я хочу ее полечить, и так далее, и так далее. Об этом тоже поподробнее поговорим. Куда мы можем и зачем применять. То есть, вот я хотела вам объяснить суть процесса. И вот, как бы возвращаясь все-таки, к тому, что это за аппарат, мы его с вами знаем как аппарат КВЧ-физиотерапии, обладающий уникальными биоинформационными свойствами, то есть позволяющими нам пользоваться еще и записью. И получается, что у нас в аппарате соединены два воздействия, то есть, как бы два аппарата в одном. Это то, о чем мы говорили, классическое КВЧ, плюс фоново-резонансное излучение, фри-излучение. То есть, вот два воздействия. Они отличаются немножко друг от друга, ну и принципиально, и немножко своими качествами. Вот, как это все происходит, сейчас будем об этом разговаривать. Всегда, когда мы берем в руки аппарат, начинаем работать, как я уже вам показывала, он работает импульсно. И в нем, в любом из аппаратов, вот мы потом познакомимся с более свежей моделью, новой, более крупной, так сказать, немножко расширенными свойствами, но который также содержит все базовые качества нашего аппаратика. Мне просто на нем удобнее вам показывать. Вот, всегда, когда мы берем его в руки, включаем, всегда происходит одно и то же. Он импульсно работает, светодиоды мигают, подсказывают нам, какой канал работает. Это вы уже по инструкции разберетесь. Каждый наш аппарат комплектуется, во-первых, паспортом, где описаны его технические характеристики и гарантийный талон производителя о том, что он произведен по надлежащему качеству. Сейчас, кстати, наш производитель сертифицирует производство по технологии контроля качества через ICO. Это значит, что будет получен сертификат европейский над всей продукцией, которая выпускается спиннером. Именно все соответствует европейским уже стандартам качества. На сегодняшний день мы имеем все документы, которые подтверждают его характеристики. То, что он сертифицирован как медицинский аппарат, то, что он входит в реестр медицинских аппаратов России и, соответственно, имеет свое регистрационное удостоверение, то есть право быть применяемыми нами. И если мы откроем уже инструкцию, которая тоже прилагается, такая маленькая, то там будет написано, что этот аппарат рекомендован для как медицинской практики, так и как для самовзаимопомощи. То есть мы можем его применять в бытовых условиях, потому что он необыкновенно прост и фактически уже проще не бывает. Итак, мы с вами включаем, и вот он начинает импульсно работать. Что же в нем происходит? Оказывается, в нем действительно происходит некое импульсное изменение, то есть через доли секунды, причем хочу сказать, то, что мы видим зрительно, воспринимаем, как лампочки гаснут, это, конечно, скорее просто наглядная такая картина. На самом деле все происходит доли, миллионные доли секунды. Подается напряжение, потом пауза, опять подается напряжение на арсенит галлия, пауза и так далее. И вот последний импульс. Каждый раз, когда подается напряжение на арсенит галлия, вот мы получаем вот это КВЧ прямое излучение из нашего с вами съемного излучателя. То есть через него при работающем аппарате мы знаем, что идет КВЧ излучение, и мы можем работать по тем технологиям, тем рекомендациям, которым мы можем пользоваться как физиотерапией. В паузе происходит, кстати, каждый импульс заканчивается изменением арсенида галлия. То есть он меняет свою структуру. Пауза происходит, воздействие обратное на наш организм. Это очень быстротечный процесс. И, наконец, последний импульс. И вот уже осталось на излучателе запись. Мы уже можем его спокойно снять с аппарата и пользоваться отдельно от корпуса. И дальше начинается вот так называемое фри-излучение. То есть какой бы мы режим не включили, режимы разные, всегда в конце мы получаем запись. И если мы какой-то режим прервали, все равно мы получаем запись на наш излучатель. Это должно быть понятно. Ну, а поговорим немножко о режимах. Я начну, опять-таки, с нашего маленького аппарата. Здесь, соответственно, три режима. Первый, второй и третий. Мы сейчас коснемся второго и третьего режима, потом вернемся к первому. Дело в том, что... Вот еще хочу на чем остановить ваше внимание. Все-таки какой-то временной интервал, хоть и очень микроскопически занимает этот импульс, и какой-то интервал занимает пауза. Так вот, отношение А к Б, да? Как в школе вспомним немножко, как мы писали формулы. Отношение времени импульса к отношению времени паузы. Мы, изменяя соотношением А и Б, мы управляем модуляцией. Это нам нужно будет, чтобы понять отличия в режимах нашего аппарата. И все. Просто почему они разные? А какая там модуляция? Это уже дело техники, и, собственно, нам не так интересно. А именно почему? Чем отличаются режимы? Так вот, оказывается, вот это отношение, оно играет тоже важную роль при работе с разными органами, разными системами. Организм как бы уже на другом уровне, органом, откликается вот именно на это отношение А к Б. И вот эти наши два режима, в данном случае в маленьком аппарате, второй и третий, там именно такая модуляция, которая фактически работает на полностью иммунную систему человека. То есть мы их называем универсальными базовыми режимами, которые всегда хороши, всегда полезны. А отличаются они друг от друга только временем воздействия. Второй режим работает одну минуту, и остается запись на излучателе. И вот этой минуты необходимо и достаточно, чтобы мы получили качественную, хорошую запись, которой потом будем лечиться, помогать себе, как через фри-излучение. То есть запись. Именно минута готовит, подготавливает наши ткани, клеточки, они активизируются, но не слишком, а так, чтобы именно мы записали их в нужной фазе, в нужное время, и потом работали бы уже фри-записью. Поэтому часто очень этот режим называют фри-режим, хотя вы уже сегодня понимаете, что фри наступает только после того, как аппарат отключился. Ясно, да? Режим записи, так тоже называют записи. Третий режим отличается от второго только временем. Время здесь 10 минут. Он работает, поэтому, зная, что у нас аппарат КВЧ, но импульсный, мы можем 10 минут работать на третьем режиме по методикам КВЧ, уже физиотерапии. Оздоравливать себя через биологически активные точки, через зоны соответствия. То есть, согласно, в общем-то, уже очень огромному количеству наработанному в медицине методик КВЧ, физиотерапии. И часто этот режим так и называют. Режим КВЧ. Кстати, его можно прервать на третьей минуте, на седьмой минуте, как угодно. Всегда, впрочем, у нас остается в любом случае запись на излучателе. И часто мы это используем, это удобно, технологически. Чем же первый режим отличается в нашем маленьком аппарате, который мы называем Симтехплюс? Вот именно низкочастотная модуляция, в нем другая. По времени все вроде бы внешне происходит то же самое, те же импульсы, а модуляция другая. И это как раз именно модуляция, которая позволяет работать с проблемами, возникающими при диабете, когда нарушается эндокринная система у человека, когда он страдает таким заболеванием. Поэтому первый режим, он другой, он как бы заточен на проблему при диабете, при нарушении функции поджелудочной железы. И в данном случае удобно и выгодно работать с этим режимом, сообразуясь уже с нашими методиками, которые очень хорошие у нас есть, отдельно напечатанные. Но также, конечно, остается после этого запись. И потом мы коснемся излучателей, которыми нужно уже в этом режиме работать. То есть это уже направленный, заточенный режим на какое-то заболевание. И сразу скажу, чем отличается большой аппарат. Вот в нем 11 режимов. Просто. Есть два базовых, которые мы с вами разобрали, как второй, третий, здесь он идет, как первый и второй, вы это все в инструкции почитаете. Вот к этому аппарату такая хорошая очень методичка написана, перечислены все режимы. И начиная с 3 по 11, там идут как раз режимы с другой модуляцией, которые отвечают уже конкретным группам заболеваний. Бронхолегочные, желудочно-кишечные, там, предположим, сердечная группа заболеваний, горловые заболевания. Ну, этого все прочитайте. Думаю, сейчас не стоит особо перечислять, хотя, в принципе, наверное, может быть, можно их зачитать, чтобы вы уже были в курсе, какие задачи можно решать. Итак, очень важный, кстати, режим, он, кстати, и называется у нас, видите, антистресс плюс, потому что третий режим работает с нарушениями, вызванными стрессорными факторами, то есть позволяет человеку победить депрессию, победить стрессы, а это очень важно. Многие ведь заболевания, как бы у нас, именно оттуда ноги растут, да, когда человек перенес стресс, слабое место реагирует, развивается какой-то, оказалось бы, совершенно другая болезнь, оказывается, стресс причина. Болезни горла и гортани, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, болезни эндокринной системы, вот именно это повторяет первый режим в нашем маленьком аппарате, болезни органов пищеварения и болезни косно-мышечной системы соединительной ткани, болезни мочеполовой системы, болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, и последний, одиннадцатый режим, он сделан так, что можно им работать по биологически активным точкам, то есть там тоже своя низкочастотная модуляция, то есть вот это отличается большой аппарат от маленького, но в нем есть еще дисплей и просто немножко другой корпус. Здесь удобно то, что выделено блок замены батареек, скажем, в этом аппарате это более хлопотное дело, но зато здесь нужно менять раз где-то в полтора года, он работает очень долго, автономно, его можно взять с собой в самую длительную экспедицию на подводную лодку и куда угодно и работать. Здесь чуть чаще, потому что, конечно, дисплей он более расходный, но тем не менее 3-4 месяца он будет тоже автономно работать. Теперь мы будем с вами смотреть, что же такое фри и области применения, чем же на самом деле вот эта запись так важна для нас, какое благо мы можем себе подарить, делая такую информационную таблеточку. Фри терапия, мы говорим. Я сейчас хочу показать вам маленькую разницу именно по мощности воздействия, когда мы работаем или фри записью, или непосредственно прямым КВЧ излучением, чтобы было понятно, почему мы говорим КВЧ физиотерапия, а фри терапия, то есть лечение. И пользоваться фри записью можно очень-очень долго, потому что если мы сравним здоровую клеточку, возьмем, ее мощность излучения в среднем 10-9-10 ватт на сантиметр квадратный. Вот такая абстрактная цифра. Она нам интересна только, конечно, в сравнении, потому что понять трудно, это маленькое число. Если мы возьмем КВЧ, прямое излучение, когда аппарат включен, когда идет прямая волна, то излучение 10-3 степени ватт на сантиметр квадратный. Ясно, что это уже миллион раз сильнее. Правда, хочу оговориться, за счет импульсной работы мы как раз суммарно понижаем и можно сказать, что в среднем здесь, наверное, уже можно говорить о 10-6, то есть все-таки наш аппарат очень нежно работает, но тем не менее это оказывает на клетку такое активизирующее, достаточно встряхивающее воздействие. Поэтому, когда мы уже будем говорить подробно о КВЧ, я еще раз повторю, что КВЧ мы работаем ограниченно по времени, суммарно полчаса в день. Именно это физиотерапия. А вот фри воздействие, запись, оно очень мягкое. Его, как говорят ученые, можно сравнить с излучениями от звезд, вот по степени воздействия. 10 минус 15 до минус 22 ватт на сантиметр квадратный. То есть клеточка, это все равно, что рядом со слоном прошел муравей. Он его вроде бы не почувствовал, но если муравей кусит его в точную точку, то, наверное, даже слон почувствует этот вкус. Именно за счет точности попадания, именно фри, запись так и работает. По мощности, она очень мягкая. Поэтому вы очень можете часто увидеть наших коллег, которые носят браслетики, там вложена таблеточка, как ее называют, наш излучатель, и ходят часами, как бы можно носить неограниченно. Но, как утверждают медики, чтобы получить, вот когда совсем мало времени, предположим, и хочется все-таки эффект получить, хотя бы минут 15 как минимум нужно, чтобы вот это излучение поработало с нами. Бывает ситуация, где-то в гостях, хочется кому-то помочь, аппарат оставить не можем свой, а вот что-то помочь хочется. Ну, вот минимум 15 минут оно должно дать, как говорится, информацию в организм. А если есть возможность поддержать, уже, конечно, подольше. Итак, чем интересно фри? Ну, судя по тому, что мы о нем уже знаем, что работает фри излучение именно как бы через эффект биорезонанса. Первым, кто подвергается и нещадно уничтожается вот этой обратной волной, являются те патологические агенты, микробы, инфекция, которые пробираются в наш организм, как враги нашего организма. Прошу не путать с симбиотическими бактериями, которые живут с нами и развиваются, эволюционируют в течение миллиона лет. Они определяются нашим организмом как свои родные и никогда не могут быть подвержены угнетению через вот такую запись. А вот все возбудители заболеваний, а это, как оказалось, совершенно другой класс жизни. Есть класс многоклеточных организмов больших и есть класс простейших. Это то, что мы не видим. Миллионы разных разновидностей. Из них порядка двухсот это возбудители заболеваний. Они к нам пробираются, они поселяются в нашем организме, где-то им уже тепло и хорошо, даже пробираются в клеточки и там капсулируются. И даже иногда лекарство не может до них добраться. Но они обладают волновым излучением, которое в карман не спрячешь. И безусловно наш аппарат его фиксирует. Отправляя обратно, так устроен биологический мир, закон жизни таков, что клетки своего симбиотического организма прекрасно свою информацию обратную также получают, кстати, и свою распознают как свою родную. Поэтому наши клеточки организма не страдают и даже очень хорошо реагируют на обратное свое зеркальное отражение. Даже улучшают свои функции, видят, что где-то они должны себя подправить, активизируются, тонизируются. А вот пробравшиеся возбудители заболеваний как одиночки, очень обладающие слабым своим энергетическим полем, они безошибочно и абсолютно угнетаются, гибнут под своим информационным портретом. То есть первое направление, с которым безусловно нужно работать, которое очень эффективно когда мы владеем такой фриттерапией, это работа и борьба с инфекциями. Инфекции, они, конечно, очень разнообразные, не будем сейчас подробно на этом останавливаться, есть для этого у нас специализированные лекции, просто можно сказать, что мы абсолютно гарантированно, убежденно должны признать, что можно победить их. Но понимать еще нужно такую вещь, что когда в руки берет аппарат специалист, предположим, инфекционист, который очень хорошо знает, что вот такие симптомы, и вот это значит такая болезнь, это значит вот здесь гнездятся злостные нарушители наших границ, да, а самое главное при борьбе с инфекциями добраться до эпицентра, до самого большого их скопления, чтобы снять как можно более эффективную запись. так вот когда у нас предположим воспалился зуб, сама с этим сталкивалась несколько раз, причем в поездках страшный пульпит, ясно где снимать информацию, прямо как можно ближе, закладывая аж под губу, прямо где снил. Тогда, кстати, когда мы во влажную среду наш помещаем излучатель, кстати, удобно делать это в таких местах через удлинитель, всегда лучше обернуть его пищевой пленочкой, и тогда можно уже смело снимать информацию. И это может в этом разобраться любой человек, если есть какое-то локальное место, загноилось, что-то случилось, ожог или воспаление, да, и тогда мы понимаем, даже без подсказки, откуда снимать информацию. А если какие-то странные симптомы, непонятно, что происходит, да, то есть давайте сразу обозначим, как уже методику работы, что можно работать местно, и это очень просто, и понятно любому человеку, от ребенка начиная, его можно легко научить помогать себе. Вот. Насморк, да, ясно, откуда снимать информацию, ударился, ушибся, ясно, откуда снимать информацию. А если что-то происходит, непонятная, лихорадка, температура, что, неизвестно, как быть, ну, если есть какие-то выделения, рвота, например, или плохой стол, тут уже мы можем снимать информацию и с выделений, потому что оно ясное, раз мы несем их в поликлинику, сдаем анализы, значит, именно они содержат информацию о болезни. Но, кстати, очень тоже скобочка хочу заметить, если мы живем в деревне, да, и наша деревенская лаборатория определит, там, предположим, какие-то три показателя, если мы живем рядом или пользуемся услугами Американского Медицинского Университета, космическое направление, и там определят тысячу показателей с этого же анализа, то наш Синит Галлия, он тысяча первый еще, который не знает и наука, он тоже его запишет, то есть он снимет как бы все, что он может запомнить от нашего выделения. И, соответственно, это тоже делается через пищевую пленочку за минуту, очень элегантно и очень удобно. И дальше, куда же мы можем поставить такую запись? А очень просто. Мы можем ее ставить на кровоток. То есть у нас есть, прощупывается прекрасно пульс, любой человек может его найти, или сонная артерия на шее, тоже пульсирует прямо под кожей мощная артерия. И там мы можем вот этот излучатель и расположить с информацией, взятой, до 80 выделения. Если нет выделений, а мы можем прямо с этой проекции снять информацию, как бы, с кровотока. И также она будет содержать, в общем-то, нормальный объем, да, туда же его отдать. То есть это как река Нил, которая омоет все клеточки, тайные уголочки организма, и, соответственно, уже точно будет найден тот вредный враг, который к нам проник и уничтожен. То есть второе мы ставим как методику мы ставим на кровоток. И очень хорошо мы этим пользуемся очень часто. И, наконец, фантастическая возможность работы с нашей так сказать технологией, которая, вы знаете, когда первый раз об этом обычно люди слышат, это приводит просто в неописуемый восторг. И я до сих пор, кстати говоря, меня это очень возбуждает и вдохновляет. Мы можем, сняв информацию либо с больного органа, либо с выделения, а может быть мы снимем эту информацию с лекарственного растения, может быть мы снимем эту информацию с какой-то хорошей биодобавочки, с того, что мы знаем является природным каким-то компонентом, может быть очень дорогостоящим, и мы можем эту информацию перенести на воду. То есть уже объем воды будет весь подчинен вот этой информации, он запомнит. Вода образует специальные кластеры. Об этом вы, наверное, уже знаете, и если не знаете, у нас такие фильмы есть на дисках о воде, о ее уникальных свойствах, и тогда мы превращаем воду в свое лекарство, в свое, совершенно можем задать туда любую программу, причем на воду мы можем расположить несколько излучателей, купажировать, соединять в ней многомерные возможности, огромные по запоминанию и переструктуризации. Поэтому вода становится нашим удивительным лекарством. То есть мы переносим эту информацию на воду. А что же с ней делать? Соответственно, мы можем ее пить, мы можем омывать какие-то поверхности, купаться мы можем в ней, мы можем поливать этой водой растения больные, мы можем этой водой поить животных больных. То есть тут уже наши возможности практически безграничны. И это, конечно, волшебство на самом деле. Но сразу скажу, что вода, в отличие от Арсенида Галли, не стойкий хранитель информации. Она, как правило, через сутки уже почти все свои свойства меняет. поскольку на нее воздействует все, что вокруг находится. Поэтому лучше на сутки где-то пользоваться водой записью. Есть, правда, секреты небольшие. Если мы немножко добавим туда сахара или соли, или там будет содержаться алкоголь, то такая вода уже будет помнить до года. А если мы работаем с медом, а там тоже прекрасное вещество природное, то он хранит 5-7 лет. Вопрос нужно ли нам, если мы лечим насморк, столько долго держать эту информацию? Это имеет смысл? Либо когда мы хотим полечить кого-то из родственников, друзей, и вот на три дня приехали, и вот уезжаем, так мы лечили, кстати, нашего папу, и так первый раз снимали с него явление, как говорится, болезненные простатита, которые у него были, очень помогли, ему операцию уже назначали, он приехал на несколько дней в Уфу, там полечили его эти три дня, и уезжая, мы еще тогда интуитивно догадались это сделать, и как оказалось были правы, записали эту информацию на все, и на сахар, и на соль, на варенье, на наливки, на мед, и вот вы представляете, прекрасно, конечно, сейчас у него уже аппарат есть, как у всех членов моей семьи, свой индивидуальный, но тогда это очень помогло, и, кстати, отсюда же напрашивается вывод, также мы можем делать свои мази, используя какую-то, может быть, недорогую мазь, хорошие основы, мы можем туда перенести информационно другую какую-то мазь, может быть, более дорогую, или какое-то лекарство, соединить их свойства, так у нас делали, например, тоже одни из первых таких находок, открытий, маленьких, их очень много, когда больной коленкой и все время расходная была ужасно дорогая мазь, и догадались просто снять с нее информацию и перенести на какую-то более дешевую, великолепный был эффект получен, мы можем делать свою индивидуальную косметику, мы можем работать, ну, абсолютно во всех направлениях, то есть, просто здесь простор для творчества громаден, то есть, вода содержится и в еде, естественно, и в мазях, и в разных кремах, все мы можем использовать, сразу же давайте для себя отметим, что работая через фри-терапию, мы можем помогать всему живому, что есть у нас рядом, это животные, это растения, и это уже, кстати говоря, не стоит нам ни копейки, то есть, у школы есть такая технология, так уж, вот недавно, вот сегодня я буквально слышала рассказ о чудесной таксе, какой-то мраморной, которая бедная сломала тазовые кости, а после этого она сейчас родила четырех щенков, ее вылечили, восстановили, и эти щенки им уже два месяца, и такая радость, кстати, кому нужны щенки, мне буквально предложили, я говорю, я так часто разъезжаю, что не могу взять, хотя с удовольствием бы, наверное, такое чудо себя дома поселила, сказала, чуть попозже, пока еще многие ждут нас во всех концах России, и не только, так что, вот, следующее направление очень тоже важное, это направление, когда мы можем в фри-терапии использовать при подавлении и лечении проблем, когда у нас есть болевые, синдромы, вот это надо выделить просто отдельно, болевые синдромы, понятно, что иногда это, да, действительно идет от инфекций, и все больше, оказывается, наука открывает, что во многих проблемах виноваты именно возбудители заболеваний, а это делает бесценной нашу технологию, но часто это бывает последствия травм, каких-то вот родов неудачных и так далее, и часто годами, десятилетиями человек не может избавиться от боли, допустим, в каком-то суставе, вот, вы знаете, великолепным образом работа через наш аппарат подавляет болевой синдром, здесь мы работаем, как правило, вместе с эффектом КВЧ, то есть прекрасно КВЧ, обладает болевым, обезболивающим эффектом, ну и, конечно, запись с больного места, не далее, как я, не далее, как три дня назад была в Москве и очень сильно разболелась колено, то ли холодно, то ли где-то неудачно, как-то, в общем, ну просто к концу дня как курица, вот хромаю, не могу на ногу наступить, думаю, господи, вот пришла в гостиницу, под рукой, сколько было излучателей, три, все наклеила на самые больные точки, пропальпировать надо больное место, найти самый-самый эпицентр боли, если несколько, значит, используйте несколько излучателей и разного цвета, я потом этого коснусь, сейчас просто себе возьмите на заметочку, что не важно, какого цвета, все, что есть под рукой, если крупный сустав с разных сторон, это абсолютно можно делать, и оставила на ночь, утром вообще забыла про это, настолько вся боль отступила, а вечером мне казалось, что у меня очень серьезные проблемы, просто хоть беги к врачу, вот так, то есть, конечно же, первый эффект мы получаем, как и обезболивающий, но после этого, когда мы повторяем, повторяем и обновляем новую информацию, мы уже достигаем до причины, и часто боли являются симптоматическими, возьмите, тоже у нас есть чудесные видеозаписи, и там рассказывают, что даже боли головные очень часто являются ответом на какие-то проблемы совершенно в других областях нашего организма, но работая с какой-то болевой точкой, раз она болит, значит, сигналит, это тот самый светофорчик, мы как бы той же дорожечкой информацию отправляем, получается, что мы все равно добираемся до причины, только нужно вооружиться терпением, чем серьезнее проблема, тем дольше над ней поработать, не отступать. Следующее направление, кстати говоря, вот, ну, конечно, здесь нужно тоже сделать некое разграничение, есть острая ситуация, вот травма, что-то случилось, да, с ней работать, конечно, легче, острая ситуация, она как быстро пришла, ее также можно сразу прихватить и убрать, синяк, замечательно, так сказать, мы его обезбеливаем, скажем так, потому что даже когда на синяк располагаешь излучатель, наутро, вот, видно, что там, где он стоял, белая кожица, а вокруг еще голубая, ну, ожоги, какие-то травмы, ушибы, удары, переломы, все это быстро нужно над этим работать. Есть хронические проблемы, и они уже, как бы, зависают в организме, и что самое очень неприятное при хронических заболеваниях, то, что обязательно наш организм отвечает на проблему, которая поселилась, и отвечает определенным участком головного мозга, который перестраивается и является таким шарниром, связующим организм с болезнью, и вот тогда наступает состояние хронического заболевания, то есть, если взять острые и хронические, то здесь понятно, работая над острыми заболеваниями, нам нужно очень часто обновлять перезапись, не лениться, вот ударились, ушиблись, там, не дай бог, что случилось, каждые 15 минут обновляйте запись, а это очень удобно делать через шнур, да, мы приклеили пластырем на больное место, вынули наш удлинитель, потом опять вставили, вспомнили, перезаписали, то есть, часто обновлять, перезаписывать, а вот при хроническом это делать часто бесполезно, там уже как бы все укоренилось, к организму привязалось один-два раза в сутки, в сутки, но даже можно иногда и реже, не страшно, самое главное при хроническом заболевании, это вот попытаться избавиться от этого блока, который сформировался у нас в нашем компьютере, и вот тут вторым пунктом идет обязательная работа с головным мозгом, и вот это направление я как раз хотела вам и показать, что насколько это важно, это важно, конечно, когда и здесь проблемы, понятно, да, усталость, стресс, тот же самый, у нас, как вы знаете, вот в этом большом аппарате есть отдельный режим по борьбе со стрессом, это замечательно, но и с этим маленьким, кстати говоря, мы уже начинали направление в этом работать очень успешно. Что происходит, если мы возьмем в руки наш аппаратик и нащупаем у себя такую точку на голове, если мы правой рукой пишем, то на левой стороне, и левша, конечно, она делает наоборот. Здесь схождение костей черепа, если от уха чуть выше и дальше, бугорок, рыпвинка, какая-то ямочка, то есть неровность, там сходятся кости черепа и там они тоньше. Мы можем включить наш аппарат, как мы знаем, уже теперь на режим записи и просто сюда его приставить и записать информацию прямо с головы, с этой точки. После того, как запись делали, поддержать излучатель ну минимум пять минут и больше, если есть возможность закрепить его как-то ленточкой, какой-нибудь повязочкой. И вот вы знаете, что удивительно, через несколько минут меняется энцефалограмма. Больше процентов альфа-ритма, а других ритмов становится меньше. Значит, мозг уже даже через несколько минут ответил улучшением своего состояния, своей работой. И вот когда мы работаем особенно над хроническими заболеваниями во всех их видах, то нужно снимать вот эти блоки с головного мозга, улучшать его работу. Но и любому человеку, еще даже совсем маленькому, если, слава богу, у него нет еще хронических заболеваний и не нужно, мы их и не допустим уже теперь, да, то даже ученики устают, студенты, как вы знаете, за компьютерами просиживают ночи напролет, и, конечно, мозг устает. Иногда бывает перегрузка, иногда бывает стресс. Вот мой, например, ребенок сдавал экзамен, как говорится, обязательно работая, он сидел в бейсболке через удлинитель просто ему лень было даже отключаться, рядом аппаратик периодически включался. Ну, лучше усвоение идет, снимается паника, снимается вот такое напряжение. Безусловно, это очень направление, которое нужно всегда иметь в виду и пользоваться этим. Депрессия, какая-то вот облачность какая-то на душе, надо быстро с этим поработать. То есть, ну, просто пишем, работа с головным мозгом. И вот последнее на сегодня очень общо мы с вами смотрим направление, и ему по праву бы следовало номер один присвоить то, что мы можем делать с этой технологией. И что мы должны делать сразу, как только аппарат оказался нашим. Мы его приобрели, да? Это очищение организма. Вот много рассматривали всяких проблем, и, наверное, так устроен мир, что так человек живет, к сожалению, стареет. И весь процесс старения, как теперь уже понятно, он базируется на загрязнении организма. И сейчас действительно прорыв просто на самом деле в биологии, в медицине. Нам рассказывают о разных находках и о том, что могут ученые скоро чистить мембрану клеточек, и тогда мы будем жить долго, омолаживаться. Но мы можем уже это делать с вами сегодня. И не нужно откладывать это ни на один день. Вот с этой технологией последовательно, проходя по этажам нашего организма, начиная с нижних, мочеполовая система, желудочно-кишечный тракт, поднимаясь более тонким системам, работа печени, кровоток, лимфа, нейроэндокринная система, мы уже обязаны просто вывести шлаки, почистить нашу кровь, сделать ее жидкой, скользящей, разбить эритроцитовые столбики и, в общем, омолодить свой организм. Попутно проводя это очищение, оно великолепным образом описано в наших методичках. Вот такая книжечка прекрасная, где написано в принципе о технологии, в том числе очень подробно вся система очищения написана, мы можем порекомендовать. Вот здесь вот, например, снята просто стенограмма с лекцией очень нашего уважаемого профессора академика Городисского, он такие циклы лекций читает, он, собственно, эту систему нам создал в процессе работы с этим аппаратом. Как бы обобщил много данных, много наработок, и вот сегодня уже множество, тысячи людей просто благодарны вот этой системе, она очень простая, занимает где-то полтора-два месяца на все, про все, и, соответственно, проходя через степени очищения, вы вдруг удивляетесь, что куда-то делалась головная боль, куда-то, оказывается, и туалет стал родным, и все стало хорошо, и прекрасно. Понятно, что очень многие болезни вот здесь вот имеют свой фундамент. Сначала нужно провести очистку, как бы раскочегарить организм, сделать его активным, подвижным, и уж если что-то осталось в каких-то закоулках, мы уже спокойно через эту терапию с помощью, как говорится, в том числе этой технологии, можем полностью восстановить себя. Я думаю, что даже в самых отчаянных ситуациях нужно все равно стараться это сделать. Ну, бывает, что очень поздно, слишком поздно, но тогда, по крайней мере, мы можем очень сильно облегчить старания близкого человека. Не дай Бог, конечно, нужно просто иметь это рядышком и никогда не пропускать болезнь для себя. Вот очень часто спрашивают онкологические, допустим, заболевания. Конечно, вы понимаете, что все, чтобы полностью иметь подтвержденную методику со всеми печатями, подписями, это должны проходить многолетние клинические исследования. Они сейчас ведутся. безусловно, есть люди, которые не могут ждать десятков лет, когда это будет уже утверждено на всех инстанциях. Что мы можем сказать, обобщаясь сегодняшний опыт? Безусловно, нужно с этим работать. Есть очень хорошие уже направления, как использовать КВЧ при даже онкологических болезнях, поддерживая иммунитет человека, очищая его от шлаков через вот такое очищение. И очень хорошие результаты по работе против этого зла, скажем, да, так. Ну, конечно, нельзя затягивать. И более того, тот же городиский, он буквально подавил нам всем такую надежду, сказав, что если мы каждые полгода будем просто очищать свой кровоток, а это значит, что купить браслетик, писать информацию с крови и здесь ее носить, каждый день обновлять в течение двух недель, то мы гарантированно уже не допустим в себя зло. То есть первые клеточки, маркеры онкологического заболевания, есть очень дорогостоящие тесты, да, вы знаете, на сегодня, и как бы говорится, что если вот вы на ранней стадии обнаружили, еще предстадия, то это легко, конечно, от организма убрать и вылечить. А мы можем, собственно, не делать такие тесты, мы можем просто делать эту чистку раз в полгода, и это уже является гарантией. Так что давайте себе подарим такую надежду на все-таки здоровую нашу долгую, долгую, долгую жизнь. Ну вот по фритерапии, наверное, пока все очень общо, и чуть-чуть я коснусь КВЧ, потому что это, безусловно, второе направление, как бы вторая технологическая возможность нашего аппарата, и, может быть, первая даже, скажем, потому что он называется аппарат КВЧ-терапии, но она имеет, безусловно, больше наработок исторических, и сегодня мы располагаем порядка ну, 700-800 методик, причем разных, в том числе авторских методик, которые можем применять при КВЧ-физиотерапии. Напомню, как обещала, что пользоваться КВЧ прямым излучением нужно ограниченно, в паспорте написано полчаса в день накопительно, на разные точки, на разные зоны, конечно, мы должны понимать, что это написано для тех, кто, как по пословице, лоб себе разбивает, да, когда его посылают молиться, то есть, есть какие-то разумные пределы, конечно, страшного не будет, если вы утром 20 минут и вечером 20 минут попользовались, это нормально, просто не надо часами воздействовать, особенно на такой, скажем, рыхлый, больной организм, который еще находится в полуспячке, все это система, которая еще требует очистки, а когда вы уже почиститесь и будете более энергичны, то там уже вы сами ощутите, что можете побольше, может быть, когда-то попользоваться, это не страшно, главное, в каких-то разумных пределах использовать, поэтому полчаса в день, это вот общая такая рекомендация, ее следует придерживаться, особенно на первых порах, что можно делать с КВЧ-физиотерапией, ее эффект воздействия, это, безусловно, обезболивающий эффект, это противоотечный эффект, и когда вы познакомитесь с нашими отдельными волнами, они выражены через цветные излучатели, уже, может быть, вы заметили, они на столике лежат, то тогда будет понятно, когда, каким лучше пользоваться, плюс еще к тому, спазмолитический эффект, то есть мы можем вместо ножпы просто применять наш аппаратик, несколько минут, где-то спазма что-то скрутило, великолепным образом эту спазму мы можем победить. Это плюс к тому, КВЧ восстанавливает клеточку, то есть эта работа идет на клеточном уровне, восстанавливает ее энергопотенциал, насыщает клетку энергией, и вот вы знаете, если так грубо разделить клетки, вот идеальная красавица, просто принцесса, которая лучше не бывает, клеточка, которая немножечко хуже работает, где-то более вялая, не хватает питания, и совсем плохая клетка, пораженная клетка, то что будет с этими клеточками, когда мы работаем КВЧ? Вот эта клетка, она идеальна, и есть такой термин, окно прозрачности, она просто пропустит сквозь себя эту энергию и не заметит, то есть для нее как бы этого излучения и нет. Клеточка, которая стала хуже себя чувствовать, но еще способна вернуться в свое здоровое прошлое, она будет воспринимать и насыщаться этой энергией, улучшаться, улучшать свои качества, и соответственно оздоравливаться, а клеточка больная от этой энергии будет просто разрушаться, то есть ее организм уже определяет как врага и уничтожает, она распадается, выводится. Вот таким образом КВЧ работает с клеткой, естественно восстанавливая потенциал на мембране, ну и очень сложные вопросы, об этом можно говорить часами, мы не будем сейчас. Просто хочу сказать, что направление работы КВЧ для нас с вами, какие могут быть? Первое и самое понятное это напрашивается, это работа через точки биологически активные. Вот эти точки, их сотни на нашем теле, они в свою очередь расположены на каналах и так далее, и так далее, это целая наука и прекрасные специалисты рефлексотерапевты знают, где какие точки, какому органу и как нужно применять. И часто мы открывая нашу методичку тоже читаем вот такая точка, сложно с этим работать не специалистом. Ну скажем, у нас есть такие общие атласы и какие-то точечки нам и полезно знать, общие укрепляющие, точки иммунитета, в общем-то это неплохо. Всем, наверное, известна точка цусанли на коленке, да, точка долголетия, точка хэгу на ладони, на руке и так далее. То есть вот, что мы не знаем, об этом мы можем узнать. Если связано с какой-то, не дай бог, болезнью и требуется уже найти эти точки, как говорится, точно, да, то лучше обратиться к специалисту. Ну нарисует он крестиками, а вы дома будете лечиться. То есть работать можно. Чем, конечно, больше знаний, тем лучше. Но, скажем так, а что делать, все-таки мы не очень хорошо в этом разбираемся, а здоровиться хочется. Пожалуйста, мы можем великолепно работать через зоны соответствия. А вот тут уже у нас гораздо больше возможностей. Во-первых, даже в самой простой маленькой инструкции у нас есть зоны Захарина Геда. Такие две фигурки, на них нарисованы какие-то пятнышки. Это потрясающие зоны, которые соединены с органом. То есть мы, как географический атлас, имеем определенное отношение внутренних органов, отношение на нашей коже. И работая, например, с легкими через зону соответствия, ее очень легко найти. Это большое пятно. Зона сердца и так далее. Все практически органы. И великолепная вот эта технология позволяет работать с органом как бы напрямую. То есть передавая ему энергию, улучшая его свойства. Понимаете, как вот физиотерапевтически. И это нужно делать. Далее. Суджок. Суджок. Нога, рука, стопа. Зона на языке, на ушах. Кстати, женщины, да. Просто можно себя поздравить. Работая над своими морщинками, над кожей, исчезающими морщинками, скажем так. Мы обязательно работаем над зонами внутренних органов, потому что и лицо, и шея тоже зона соответствия. Радужка наших глаз. Есть врачи, которые обязательно учитывают эту особенность, что у нас как бы на очень маленькой площади радужной оболочки тоже зона соответствия внутренних органов. И иногда применяя с тяжелыми больными работая, чуть-чуть КВЧ на радужной оболочке, это можно делать через веко, это все волна, конечно, и не помеха, немножечко мы активизируем весь наш организм. Ну, только не надо лоб расшибать. Чем тяжелее человек, надо обязательно запомнить принцип, чем тяжелее заболевание, чем более рыхлый организм, более ослабленный, тем понарастающий, медленно, плавненько мы увеличиваем дозы. Здесь несколько дней можно потерпеть, зато будить человека нужно постепенно, не сразу заставлять его сдавать нормы ГТО, после того, как он спал, а покормить, расчесать, зарядку сделать, помыть, и потом уже пусть активно работает. КВЧ, физиотерапия, в том числе, обладает прекрасной возможностью, она структурирует воду. И вот это свойство, конечно, тоже бесценно. Казалось бы, вот столько-столько мы рассказывали и очень много интересного. Но то, что этот аппаратик, который всегда у меня в кармане, и я могу, набрав воды, вода в бутылках, да, она очищена, но она мертвая вода, кипячение, мертвая вода, мы можем за несколько минут придать ей живую структуру. Нужно только включить аппарат и даже через стеночку бутылки прекрасно эта волна пройдет. И вода изменит свою структуру, станет наподобие талой воды. Там, где очень все правильно, такая вода только и усваивается клетками нашего организма. И представьте, сколько энергии тратят наши бедные клеточки, чтобы, когда мы пьем воду мертвую, ее переструктурировать, то есть это бездна сил и бездна энергии. А тут мы это все высвобождаем, даем сразу хорошую воду. Одно то, что мы просто пьем структурированную воду, это колоссальное благо. И даже чувствуется по состоянию человека, энергия появляется, какие-то боли даже уходят просто из-за того, что он пьет структурированную воду. Растения лучше приносят урожай. Уже сейчас тоже об этом все знают, только нужно пользоваться. И, наконец, мы еще имеем возможность именно через КВЧ излучения пользоваться особыми волнами, которые еще выделил девятков, и это, естественно, продолжает направление изучаться и дополняться. То есть волны. Или напишем цветные излучатели, потому что мы можем пользоваться этими волнами через наши излучатели. Вы видите, вот у нас базовый комплект, там, желтенькие излучатели такого цвета. Это излучатель универсальный. А вот есть еще дополнительно красный излучатель, зеленый, такой вот синий излучатель, есть перламутровый, есть фокусирующий излучатель. И вот чем они отличаются? Оказывается, еще когда девятков исследовал и нашел и выделил КВЧ-волны и стал исследовать их подробнее, он выделил сразу же несколько волн, которые обладают удивительным особым свойством, полезным практически для всех. И вот эти волны очень действительно используют КВЧ-физиотерапевты. Они есть и в больших стационарных аппаратах через какие-то особые настройки, а мы через цветные излучатели этими волнами пользуемся. Всегда, когда аппарат включен и работает, это идет КВЧ-физиотерапия. Значит, если мы сняли желтый излучатель, а поставили, допустим, красный излучатель вниз цветной стороной, наверх беленькой, это всегда тоже надо помнить, и расположили, предположим, на проекции кровотока крупного кровеносного сосуда на пульс сюда или, например, под череп, там тоже крупные артерии протекают. сейчас я сразу напишу желтый красный то у нас оказывается совершенно интересное воздействие мы получим на состояние и особенно на состояние качества крови. Ну, давайте сначала начнем. Все-таки что же такое желтый излучатель? Желтый излучатель его по-другому еще называют белый шум. Такой термин физический и он у нас является универсальным. Всегда, когда мы не знаем, что делать или он у нас только один под рукой замечательно, прекрасно, мы его присоединяем, включаем КВЧ, он дает хаотический набор всех волн, как мы помним, от 1 до 10 миллиметров и, собственно говоря, отвечает на все потребности нашего организма. Но вот в особых случаях, как мы знаем, мы уже можем пользоваться цветными. Итак, красный. Вот мы его присоединили, поставили на кровоток. У него волна 7,2 миллиметра. И вот эта волна великолепно резонирует с кровью, заставляя активизироваться все составляющие нашей крови. Особенно, ценно, заставляет распадаться вот эти слипшиеся столбики эритроцитов, которые в густая кровь, им не протолкнуться в мелкие капилляры, им не достичь клеточек, и получается рядом газопровод, конкретно к моей плите не проведен вот этот самый шланг с газом, да, и что мне толку, питания нет. Вот, также точно испытывает наша клеточка состояние, когда кровь густая, то есть, вот эти столбики, они шарахаются по крупным сосудам, и в мелкие им не пробиться, и к тому же наступает при этом явление гипоксии, то есть, очень мало кислорода переносят вот эти образования. Соответственно, отсюда, как вы понимаете, ноги растут у очень многих проблем и заболеваний, и состояний. Поэтому, когда мы красным излучателем поработали, разбили эти столбики, кровь стала жидкая, скользкая, активная, соответственно, 3-6 раз мы увеличили насыщение кислородом, ткани, кровеносные все сосуды получили органы через кровь. Поэтому уже мы можем бороться с гипоксией или общим состоянием через кровоток, или даже местно. Например, какие-то мышцы страдают. Вот очень хорошо, когда, предположим, спортсмен перегруженный, мышца в спазме, мышца, соответственно, ей не хватает тоже питания от того же кислорода, и можно поработать просто местно над какими-то зонами. Великолепно. Просто сама лично работала над олимпийскими чемпионами. Молодое наше поколение, центр подготовки, это чемпионы Европы, тяжелые атлеты. Там не спина, а гималайский хребет. И все это в спазмном состоянии находится, знаете, в спазмированном. 10 минут, два канала, красный, желтенький излучатель. Все, спиночка разгладилась, боль ушла. А когда мы эти приборы оставили, естественно, их приобрел этот центр. И две недели, нам через две недели сообщили, что девочка на 15 килограммов больше стала выталкивать вес. Потому что, что такое для спортсмена кислород? загоняются за процентами повышения кислорода, насыщения. Это сила, это мощь. Но мы можем тоже подарить себе такую силу, себе, своим детям, особенно, как и тем, которые сидят ночами за компьютерами и не дышат свежим воздухом. И у них уже зеленые лица. Это так ужасно. Здесь можно хоть как-то реанимировать эти организмы. Зеленый излучатель. Волна 5,6 миллиметра. Вот эта волна, она прекрасным образом в двух направлениях очень нам полезна. Во-первых, она очищает лимфу от токсинов. Соответственно, когда у нас принцип скорой помощи, ну, предположим, где-то отек, удар, ушиб, перелом, да, нужно убрать этот отек, мы, конечно, через зеленый излучатель прекрасно это убираем. Когда мы просто, как бы, подходя уже к этапу очистки лимфы, после того, как почистили все другие этажи, то тоже через зеленый излучатель на проекции лимфоузла мы тоже это по методике делаем. Несколько минуток в день работаем. второе свойство этой волны это рано заживляющее регенерирующее действие. Регенерация тканей. Регенерация. Вот, понимаете, выяснилось, что даже вот при таких сложных заболеваниях, как язва желудка, первые же опыты показали, что волна прекрасно заживляет. Когда у нас есть нарушение целостности снаружи или внутри, очень уместно пользоваться. При травмах, хочу сразу подсказать, очень хорошо чередовать эти излучения. Ясно уже, что вот сочетать, например, разный цвет друг с другом нежелательно. И когда мы работаем, например, каким-то цветным излучателем, парой к нему может быть только желтый или он сам. То есть два красных, два зеленых или красный и желтый, зеленый и желтый и все одновременно. Или, если у нас есть травма, то работать надо просто в разное время, утром, вечером, день через день и так далее. И вместе это дает хороший очень эффект. Красный он привлекает строительный материал к месту травмы, допустим, того же перелома или ушиба, пореза. Лучше все это заживляет. Фри мы, конечно, убираем оттуда всю инфекцию. Это первое, что мы делаем. Ранка вообще заживает так, что там и следа не видно. А зеленый, соответственно, чистит и убирает отек. Понятно. Синий излучатель. Синий излучатель, его еще называют эндокринным излучателем. Волна 4,8 миллиметра. И он именно считается эндокринным. Конечно, у него, в общем-то, шире даже возможности. И вы об этом узнаете еще для себя, откроете его свойства. Но он великолепно работает по проекциям чакр. А кстати говоря, подпишите себе еще, там, где мы КВЧ рисовали стрелочки, конечно же, еще это восстановление практически нашего энергетического поля. Это безусловно. Даже прибор назван биокорректором в паспорте в том числе, потому что все, что мы работаем, держим его в руках, способствует восстановлению нашей энергетики. Здесь мы можем работать опосредованно, то есть что бы мы ни делали, коленку, лечили голову, там была головная боль, печень, так далее, так далее, мы все равно поправляем свою энергетику. Это естественно болезнь и поле оно связано, ну и тут говорить нечего, но можно работать осознанно, то есть непосредственно. Вот синий излучатель, иногда его еще называют чакральным. Почему? От проекции наших железок совпадают с проекциями чакральных центров. Вот тоже интересное. Наверное не просто так, поэтому есть тоже прекрасные методики, опять все время показываю вам эту книжку, здесь очень хорошо параллельно мы очищаем себя, восстанавливаем свой энергетический потенциал, естественно все это вместе дает то, что мы называем здоровым состоянием человека, сильным и очень мощным энергетически. Итак, еще у нас есть перламутровый вот такой излучатель, но волна его нам неизвестна, это уже последние разработки, пока не озвучиваются, но он является диабетическим. Вот когда я говорила о диабетическом режиме, как раз уместно такой излучатель приобрести и пользоваться. В методике очень все хорошо написано. и обычно в этой же методике еще просят пользоваться плюс вместе с инфракрасным излучателем. Здесь его нет, к сожалению, но выглядит он вот такой вот на шнуре и здесь как бы в серединочке как светодиод вставлен. Но когда вы его подключите к аппаратику и включите, ничего не увидите, мигает, ничего не будет. Это инфракрасный свет. И видно его только через фотокамеру или видеокамеру. но он именно обладает хорошим проникновением в глубину тканей в отличие от КВЧ и особенно ФРИ, которые проникаемость его не более чем на полмиллиметра в ткань, а дальше идет волновая передача, что является очень ценным свойством именно потому, что ткань не нагревается и нет никакого грубого воздействия. Инфракрасный более жесткий. Он тоже физиотерапевтический, как бы лазерная вот еще называет такое свойство воздействия, но зато он мощнее восстанавливает микроциркуляцию, но за счет своего более такого глубинного воздействия, конечно, обладает рядом противопоказаний. И нужно это понимать, когда можно применять, когда нельзя. Здесь уже нужно ограничение существует. Есть еще интересный излучатель, он называется фокусирующий, вот с такой наклеечкой. это по сути дела наш желтый излучатель по своим свойствам, то есть универсальный, но вот эта линзочка собирает в пучок обычно рассеянное излучение, как из обычного излучателя, и дает точное попадание, более мощное, уже в точку, и как раз рефлексотерапевты, те, кто точки знает, могут этим пользоваться, даже заменяя иглотерапию, понимаете, потому что здесь будет очень усиленно во многократно воздействие и эффект, естественно, но для этого нужны знания или руки хорошего специалиста. Поэтому, вот, дорогие мои, соответственно, такая общая картина того, чем мы с вами располагаем, чем мы можем поправить свое здоровье, буквально две секундочки хочу показать еще один аппаратик, он не является впрямую и как бы к спинору, как к производителю, но рекомендован Александром Михайловичем, и мы договорились, что для нас его специально производит тоже Томский, ну, другой производитель, он называется Аквакластер. Вот такой интересный сосудик, в котором мы можем поместить сюда всего 4 мл воды в эту ямочку, включить в сеть, вот он требует уже подключения к электросети, не портативный, как наш, но тем не менее, для чего нам нужно? Когда мы с вами взяли водичку, записали на нее информацию и сделали из нее лекарством, мы можем следующим этапом структурировать и наполнять информацией весь воздух в помещении, в котором мы находимся, мы или наши дети, или сослуживцы, кто угодно. То есть, когда мы его уже втыкаем в сеть, работает, начинает холодным, методом холодного кипения специальное устройство внутри, которое выбивает группу молекул очень маленького размера. То есть, это не нагревание происходит воды. И вот эти 4 мл работают, как бы вот постепенно, тают в течение 8 часов при обычной комнатной температуре. То есть, нагревательного эффекта нет. Что мы достигаем этим? Мы можем, вот, например, есть состояние очень тяжелого кашля. Вот уже все, и работаем, но где-то вот чего-то не хватает. Когда такому больному рядышком на ночь поставим такой аквакластер с записью, его же мокроты предположим, да, утром он намного легче себя чувствует. Есть состояние, когда мы можем через такой воздух сделать прививку, а мы это делаем, кстати, об этом тоже забыли упомянуть, когда можно просто делать прививочку, не дожидаясь инфекции, а сразу ставя, так сказать, щит за слон. Когда я к маме, предположим, приезжаю, вижу, она там такая простуженная, ну, грипп или не грипп, не знаю. На всякий случай снимаю информацию с ее кровотока, допустим, отсюда, и себе ставлю сюда или сюда на полчасика. Потом там передаю следующим. Все, мы уже не заболеваем. Этот вирус уже практически на мой организм включилась команда, опасность, он готов к тому, чтобы его не пропустить. То есть отстраняются совершенно все показатели внутри моих, так сказать, излучений, там очень сложная конструкция, не будем этого касаться, главное, я сделаю себе информационную прививку. Ну, сами понимаете, когда большое общество, и каждому по полчаса, это долго, можно теперь через АКО-кластер всю эту информацию с больного человека перезаписать на воду и для всех, для нас распылить в аудитории или дома, или в детском садике. То есть это, конечно, тоже еще надо пользоваться и эффекты великолепные. Вот, поэтому пожалуйста, все, что мы чем располагаем, все к вашим услугам. И, наверное, на этом я заканчиваю сегодняшнюю лекцию. Рада буду, если все понятно достаточно было. Если есть вопросы, пожалуйста, готова на них ответить. Видите, насколько емкий, насколько обширный характер применения вот этой технологии, что действительно такую важную вещь и как-то я упустила. Спасибо, что вы мне напомнили. Конечно же, и это тоже, между прочим, с подачи Богдана Владимировича Городисского мы стали пользоваться технологией активизации и записи стволовых клеток. Не буду говорить, что это такое, наверное, все знают. Это депо зародышевых клеточек, которые постоянно отправляются то в печень, то в легкие, то в сердце, так сказать, восстанавливая, замещая собой те, которые организм от себя избавляет, как уже старый, устаревший. То есть, это наша постоянная подпитка новыми клеточками. И что интересно, сейчас очень развито и направление как бы и терапия стволовыми клетками, когда берется прямо вживую эти клеточки и пересаживаются в какой-то организм, где есть необходимость восстановления тканей или, допустим, после травм каких-то, да, есть косметика очень дорогостоящая, то есть, омоложение организма происходит. Но это стоит огромные деньги. И не всегда мы уверены, очень много разоблачающих, честно говоря, передач тоже слышала, что вроде бы как не все, кто об этом заявляет, на самом деле это делают, да, слишком это сложная технология. А что мы можем делать с этим аппаратом? У нас депо стволовых клеток у каждого есть. И самое легкое, до куда мы можем добраться, это нижняя треть грудины. Вот примерно здесь мы можем приложить, включить аппарат на третий, мы теперь уже знаем это режим КВЧ, и, включив его, просто поддержать, поактивизировать наши клеточки, их как бы разбудить. И потом полученную запись, которая в конце остается, когда кончился режим, да, выключился аппаратик, предположим, у нас перелом, не дай бог, предположим, у нас печень уже, которую бы надо подреставрировать, или, как у моего хорошего друга, случилась просто беда. Он в детстве переболел полимейлитом, да, уже заговариваясь, и из-за этого у него недоразвитые костные, так сказать, соснования, ножки, с палочкой всю жизнь ходят, а сам врач, кстати говоря, рентгенолог, и друзья у него, все врачи в Питере, и вот представляете, незадолго до 50-летия он ломает у себя в кабинете свой тазобедренный сустав, упал, когда он оказался в состоянии, что у него перелом тазобедренного сустава, и его все знакомые врачи, которые уже на сегодня это заведующие клиниками, это уже специалисты высокого уровня, и действительно это человек, который всеми любим, очень хороший человек, и ему сказали, Сережа, мы для тебя готовы сделать все на самом деле, но к сожалению, учитывая твое заболевание, ну может быть попробуем операцию, но гарантий никаких нет, инвалидное кресло, с этим аппаратом, он работал три месяца, конечно же, он делал все, что можно было, чем укрепить кость, это прием кальция, это витамины, это обязательно была работа кстати с красным излучателем, то есть приток кислорода, самое главное, он снимал стволовые клетки, запись у себя и располагал на тазобедренном суставе, через три месяца мы его поздравляли, он был на своих ногах, со своей палочкой, в кафе, то есть это просто триумф, его друзья сказали, Сережа, это один случай на миллион, но, как мы знаем, мы можем сделать больше случаев на миллион, имея эту технологию, вот, и соответственно мы можем работать со своими прямыми потомками, детьми, внуками, правнуками, и вот очень, если еще минуточка, буквально, есть терпение, очень показательный хочу пример вам рассказать, он меня потряс и как бы на сегодня очень яркий, когда мамочка, которая у нее как бы склонна к диабету, 30 лет, она родила ребенка, и вот в процессе беременности диабет, как бы он все больше, больше, более тяжелую форму принимал, и перед родами уже достаточно было тяжелое состояние, она не смогла сама родить, ей делали кесарево сечение, а что такое при диабете, то есть у нее шов не заживлялся, день, два, три, пошла сукровица, распадаться уже стало все то, что сшили, то есть, ну просто вот трагедия, на глазах человек, буквально чуть-чуть сепсис, это все, и тогда, к счастью, через знакомых принесли аппарат ночью, потому что боялись, что врачи, ну понятно, их тоже понять можно, тут, как говорится, без вопросов, это незнакомое, времени нет, то есть ей снимали информацию, конечно, со шва, ставили прямо на рядышком со швом несколько излучателей и с ребеночка, стволовые клетки, то есть перемешку и запись, через несколько дней шов зажил, ее просто поздравили, сказали, как вам повезло, до свидания, будьте здоровы, она живет здорово, ребенок здоров и здравствует, так что я вам желаю здоровья, счастья, и пользуйтесь, пожалуйста, будьте молодыми, всегда энергичными, приходите к нам, спасибо за внимание, спасибо.